1 1 1 ребят прием прием если кто на стриме живой 7 всем буду очень рад у нас упал стрим упал интернет что-то сегодня все немножко не слава богу надеюсь что все наладится все наладится здорово зуфарик здорово ребят стрим лаганул продолжаем тем не менее продолжаем наш раман челлендж друзья очень прошу писать да в чат если что-то не так со стримом с картинкой со звуком я все пофиг шоу а то что-то сегодня какая-то беда творится так мы по мейн квесту дальше идем погнали все-таки как-то этом промазал молнией то а то там не встает падла плитка чё творит красотка все не встанет не успел его обезоружить до перед тем как он встал так ладно немножко почистили блин впереди же ужасная просто сцена с плитами и пауками ничего ничего зато в таком бою наш перс закаляется но нельзя не отметить литку все-таки боевая моя подруга тащит страшно так ребят ничего что там заработал у нас стримчанский как вообще как вообще дела расскажите мне вроде 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 зафункционировал слава богу спасибо спасибо зафорик все ништяк берем важнейший крик может есть душа где-то какая-то у меня это пока бесплотность поставить не можем но ничего не не расстраиваемся не отчаиваемся здесь есть секрет очка принципе можно пропрыгать как-то блин что-то прошлый раз меня огонь реально чуть не убил не знаю проходить вас с восстановлением на изготовку что ли а так через мост на лично в этой локации путаюсь через мост и вижу там уже какой-то лукарь меня поджидает так у меня там чё у меня перк меня перк висит так двух рук мне вроде как хватает маны на двойной каст так вдруг не хватит в итоге мне вроде хватает маны впритык дано на двойной каст да прям совсем в нули ухожу все давайте короче поставим уже снова изменения эти цены руки делаем девятый уже делаешь пуст роду спидронер да я бы не скажу прям совсем спидронер да блин здесь понимаешь здесь бывает в открытом мир открытый мир исследовать бывает реально опаснее чем вот идти по подземелью ну серьезно ты хотя бы понимаешь откуда тебя враг нам нападет примерно открытом мире у меня сколько было смертей все литка прошла красотка так сейчас опаснейшее опаснейшее место давайте туда аккуратно так 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 там паучки на хайграунде ну ка лидусь ка помогай плит не работают блин плюются твари оригин сама на быстрее щас от яда умру все нормально нормально немножко мансанул в сторону все под контролем господа оберег да слушай вот серьезно это слишком долго то есть переключить спелл нажать на него как-то покажись быстрее просто вот так чуть в сторону мансануть я сейчас в принципе нормально отошел в сторону просто как-то все равно цепанула хитбокс у меня получается воевать с оберегом когда когда он уже у тебя в руке так так давайте тут аккуратно все наконец-то нас это каменная кожа не так сильно по мане просаживает блин хотя нет я чё-то начинаю хоть ловить кайф в молнии так тут проблемный очень момент когда я перейду на эту платформу на меня спрыгнет огромный паук паук чё делаем ну а тронаха сумму нет ни вариант жесть я чуть-чуть задел ловушку начался этот трэш вообще у меня раньше на стримах было такое правило что смерти от ловушек не считаются потому что они тут не особо интересны эти ловушки и она бывают очень жесткими ну ладно а чё подобного мы там не пытаемся как-то вот так ну хз ребят хз то есть я думаю что мы оставим это правило реально этих ну не за счета смерти смерти от ловушек мы с ним раньше играли я думаю что я сейчас тоже оставлю дурацкая дурацкая фигня ловушки не тратимся кстати вот была лестница так я еще возвращался за литкой в панике в панике пытался запрыгнуть не удалось как скажешь не фартанула а улитки что-то под ногами они не срабатывают все только и говорят что войне надеюсь до нас она не дойдет дорога грани прошла неприязнь скайриму смысле у меня что ли причем неприязнь это прям него разве что ну какая-то усталость у меня было от скайриму может быть неприязнь это не было да я поскорим народ очень любит прям народ всей душой за скайрим карим всегда приходит народ смотреть это тоже очень важно спасибо ребята что заглядываете приходите почаще расписание под стримом как правило вечернее время выходные стримим немножко в рандомное время но побольше заглядываете заглядываете так сейчас на меня будет прыгать огромный паук как-то странно кстати это плита нажимается реально здорово осталось слетели настройки ведюхи ведьмак 3 на ультра skyrim слайд-шоу с этим можно как-то разобраться если ведьмак 3 на ультрах так вон падла засел противный пищащий а чёрт ужас ладно господа мы справились точно сюда забыл уже забыл уже эту дань совсем на эти искры забил да ведь что-то в них тоже есть хотя не особо не полезно так ну вот и все вот и пройденный данжик рог юргеномой никто не встанет час ну почти рог юргеномой специально сделала себе мод на удаление абсолютно всей паутины заменила также всех спайдеров на ледяных змей слушай ну ледяные змеи мне кажется немногим лучше mighty steel great sword ни хрена себе но это свой хендер да причем у него интересно тип секира прям были что-то мне что-то мне захотелось сразу двуручника сделать очень прикольная идея то что он считается секирой там что-то мне проперло это вот ламберг ну ладно может ламберг вообще я в этот просто в мартхау играл там похоже было даже держит это странно ладно фиг с ним так я перегружен лидка понеси часть моей ноши ладно ламберг хорошо признаю просто игру в мартхау недавно играли там был стиль такой у этого у своих эндера ой а может меня лидка бафать посохом было бы круто немножечко разгрузились и пойдем вперед по сути все у меня сейчас будет кусра да я не пойду наверное на дракона я думаю что мне пока просто безумно рано идти на дракона мастер сундук щит блокирования настоящего мало денег а у меня стоит мод moral loot который очень сильно видоизменяет вообще систему лута в игре он делает доспехи начиная там со стеклянных значительно более редкими сейчас стеклянный доспех не говоря уже там обоих более высоких стеклянный доспех это очень редко этому дорогая штука ты ее там с трудом найдешь в донжах или там в богатых каких-то домах семью замками в то же время эти шмотки они тут короче понерфли на довольно сильно кузнечное дело чему кстати рад я не фанат крафта в игре вот но у этих доспехов начинает стеклянных у них сразу идет как максимальная заточка то есть они вдвойне в войне сильная короче я прям с нетерпением жду то есть стекло там найти это будет прям событием ждем фламберге носили те еще чудики я слышал о том что когда если если ловили там на поле боя чувака вот с таким мечом там фламбергом лечу тип такого по ему там вообще устраивали просто адскую смерть ну потому что ах ты падла с таким мечом полез воевать мол когда это считалось негуманно шлем восстановления прикольно но мне не очень актуально если да если бы кого-то приста делать писал чуть выше а вот надо но это да такой известный факт я вот что знаю надо прикольно да 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 вот что он оставался в муках народ хотя если честно мне это все оказалось ну вот чуть-чуть таким как-то ну скороче странным какие-то эти гуманные там смерти это какой-то оксюмарон гуманная смерть реально то есть это поле боя да и тут вопросы там гуманности мне кажется стоят вообще в самую последнюю очередь первую очередь это эффективность до оружия и воина вторую очередь может не знаю там как мораль там запугивание что такое если этот там владелец фламберга там всех дико пугал может быть там ок но не ну да тут понятие какой-то воинской чести на вот этой рыцарской чести наверно что что-то такое но в целом то смерть не может быть гуманных принципе окривирует вроде не лагал но я это сравниваю знаешь вот с этими которые начали запрещать то после первой мировой всякие там газовые эти оружия тоже по сути тема похожие да я тебя под так письмо от ярла большое событие между прочим дельфине дельфине погнали орган орден 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 Так, а что, ну я поспал. Дельфина, давай ко мне, давай ко мне код. Так, ну давайте, короче, сейвимся. И болтаем с ней. Дальше двигаем сюжетку. Так, тут что-то стало тесно. Девчонки, двигайтесь. Ну да, в принципе, хрустик. Я понимаю эту логику, но все равно чуть-чуть как бы не до конца. Чуть-чуть не до конца. Знаешь, там, просто, ну в то время и к смерти, наверное, люди относились вообще иначе, да, их жизни. Так. Даже жизнь до сих пор умудрился не слить. Правда. Слушай, ну, надо сказать, что я забил вот на ловушке. То есть у нас еще раньше такое было правило, о том, что смерть от ловушек не в счет. Я его оставлю. Чего там она мудрствует? Лидка. Забородые, похоже, думают, что... Вот неожиданность, да? Я бы не пошла. Я тебе не враг. Как я... Я член... Если ты, конечно, и вправду... Если не доверяешь мне... Глупо было приходить... Я знала, что... Увидев тебя здесь, я поняла, что тебе... Я знала, что... Увидев тебя здесь, я поняла, что тебе... Талморское посольство, мне кажется, я не одолею. Ну, то есть, я не знаю, Талморское посольство нужно будет проходить, я думаю, с каким-то суммоном. Потому что иначе... Чуть жопа. Теперь что-то вызывает драконов обратно. Несколько... Несколько... Я не... И я... Пойдем в коллегию магов? И ты убьешь этого дракона. В принципе, можно, да. Там что, Сартал у меня еще висит, да? У меня что, да, у меня Сартал непройденный. Кстати, да, гильдия магов хороший вариант, да, немножко в ней раскачаться. Артефакты себе взять... На мага. Все-таки. Хотя бы, там, пробу второго уровня. Ну все, она отправляется в Рощу Кин. Молодец. Так. Мы немножко покачаем энчант. Что-то чантить я не могу, да, у меня нету камней. Какой мод отвечает за то, чтобы используемый став был виден сзади и на спине? А, вот это хороший вопрос. Это часть этого... Спешл... Не спешл этого, а СМП. Вот конкретно не знаю мода. Да, это важнейший вообще мод, на самом деле. Вообще, самый крутой мод в этом плане, как по мне, это мод, в котором... Короче, все твое избранное оружие на тебе висит. То есть у тебя прям получается такой классный персонаж, там, тут меч, тут топор, тут лук, тут посох. Там кинжальчик сзади, прям такой обвешенный становишься. Это крутой мод. И еще интересные моды, это щит на спине. Кстати, он тут вот тоже есть. Думаю, что это все часть одного и того же. Так, ладно. Возвращаем рок, да, пойдемте. Доделаем все-таки такой важный и мощный квест. Да-да-да, вот это прям очень классный мод. Ну, есть моды, где там сзади тебя два кинжала, там, висят такие скрещенные, там, ну, на спине. Тоже, в принципе, прикольно. Поразбойничьи так выглядит. Ребят, напишите, что, все ли в порядке вообще со стримом. А то у нас сегодня что-то всякие были неполадки. То команды не работают, то алерты зависают, то стрим вылетает. Я ужасный хейтер технических всяких проблем на стриме. Они меня прям подкашивают. Особенно, когда стрим вообще дропается. Это прям беда. Народ уходит. Я надеюсь, что сейчас все нормально. Надеюсь, до нас она не дойдет. Так, распродаться. Две с половиной тысячи у меня. Их надо вложить в дело. Да. Почти, почти взят. Десятый уровень. Важный, важный юбилей. С Лидкой вообще дела пошли. Срода. Вообще, я бы душу потратил на бесплотность лучше. Но, кажется, эта душа идет в третье слово. Эта земля сурова и не прощает ошибок. Но она все же прекрасна. Дорогие, мы будем говорить с тобой. Встань между нами. Вообще, в принципе, не знаю. То, что я Альтмер, ну, супер каких-то мне дивидендов, мне кажется, не дает. Хотя, хотя, быстрый ман и реген, когда у меня маны меньше половины, наверное, все-таки хорош. Он, видимо, потому что слишком даже хорош, его решили еще понерфить чуть-чуть. Тем, что у меня уязвимости появляются. А, еще у Альтмера лейтгейм сильный, да? Там, когда я какой-то навык доведу до сотки, там еще какой-то был бонус. В принципе, мага можно из кого угодно делать. Альтмеры просто... Очевидный такой хороший вариант. У Данмеров какие-то интересные бонусы вообще, которые дают броню. Я думаю, из Данмера можно будет какого-то... Ну, какого-то такого воина сделать, наверное. Ну, какого-то милишника. Хотелось бы какого-то милишника, на самом деле. Приветствия. Принимаем приветствие от Седобородых. Благодарствую. Всегда было жалко и не хватало какого-то продолжения. Вот. Тут реально, ну, интереснейшая локация. Там целая фракция, там, Седобородых. Всегда хотелось, на самом деле, чего-то большего. Вот вот этого. Все. Полноценная фусрода. Даже не знаю, на самом деле. Я, как правило, все-таки немножко более так защитно обычно действую. Может быть, это... И минус. Может быть, иногда лучше как-то налететь. Налететь на врага. Не дать ему опомниться. Слушайте, да, вот у меня квест на Саартал висит. Но я думаю, надо брать и делать его. Я уже освоился в донжах более-менее. Хрустик. Нет, там немножко поинтересней. Фишка ваниллы. Ну, вот этого... Ну, короче... Когда ты делаешь навык легендарным, это, по сути, такой режим престижа. И он сделан для того, чтобы ты в дальнейшем как бы от любимого своего навыка тоже мог получать экспу. То есть, это вот так было изначально в скайриме задизайнено. Вот. То есть, ты играл чистым магом, у тебя все было круто. Вот ты взял сотку в разрушении. И получается, что используя твой самый крутой навык разрушения, ты не можешь дальше экспу получать, да? Вот. Чтобы этого избежать, вот сделали эти легендарные навыки. Но... У вальтмеров интереснее. У вальтмеров прям даже, надо сказать, хорошо. Чё-то я пошёл, да... Ну, ладно. Лидкий перекину шмот. У вальтмеров интереснее. У вальтмеров сейчас скажу. Вот, короче. То есть, у меня быстро регенится мана, когда у меня меньше 50. Её. Вот. Ого. При достижении навыком уровня 100 увеличивает эффективность этого навыка на 10%. То есть, очень такой прикольный стимул, да, апнуть сотку. Прямо крутой. Чё-то ещё у вальтмера, по-моему. Во. Во-во-во. Да-да-да. У тебя всё физическое слабее, и броня, и оружие. Но всё магическое, энчанты, и косты сильнее. У орков наоборот. У орков у них сталь, ну, короче, оружие, броня у них мощнее. А всё, что связано с магией на 15% слабее. Интересно прям сделано. Верю, что справишься. Да, я думаю, справимся. Как-то аккуратненько надо отыгрывать. Это, конечно, не реква с её ваншотами. Но у меня тут реально шансы отъехать тоже большие, потому что урон 3,5 по мне, и морл лут стоит. Морл лут означает то, что нет автолевла, а враги расположены, ну, короче, по-другому, да. Ты можешь факельный встретить уже там каких-то девятых лвелов. Действие более защитно. А что у меня там, что у меня ссание было, я уж не помню. Нет, навыков тоже после сброса не активируются. То есть, ну, это такая система отчасти престижа, о, круто, а отчасти вот что. Дальше развиваешь любимый навык. Точнее, любимый навык для тебя остаётся полезным. Кошкам? Кошкам, не знаю. Ну, все расы очень интересно переделаны. Очень интересно. в час у меня минус сто брони было. То есть, когда у меня ноль маны. Короче, лид к сталинам. Раскидали их. Думаю, что, да, думаю, что нам этот данж поддастся всё-таки всё-таки, ибо мы с лидкой и более сложной уже проходили. Погнали. Погнали. Так, стоп. Хотя, последний этот голдур опасный такой, но мы его как-то покайтим, наверное. аккуратненько. Тихо. Да, раньше с беспокойными были проблемы. Не забываю, что есть свитки. Свитки, свитки, свитки. Да, я помню свитки, но они не суперполезные. У меня есть экстренные там, от ранах. Да, остальное что-то редко использую. Пока будешь кастить, там, все эти свитки и сдохнешь. Это Васи и там эти. Блин, что серьезно? Призрак? Да, что-то это очень так отступаем нет дезинтегрировали ву блин это чувство когда когда на тебя уже силовой удар летит кипец литку бил мог на самом деле да ничего не скажешь skyrim и есть злой friendly fire не понял глин там лучник сейчас ни хера себе этот драугар палач оп задоджили лидуська танчи ни хера в сорт алких драугров посадили вообще законно не фустрада решает их а драугар палач не да интересно конечно конечно ради этого все делается ванильный skyrim уже давно не интересен там даже на легендарной сложности либо реква либо вот что-то типа вот того что я тут соорудил реква вообще такое свойство имеет что после нее не очень интересно играть в другие виды skyrim так немножко проверил спину мы слиткой сыгрались мы слиткой сыгрались а когда пришла сюда с крапивником на виде драугры так наорали даггер в итоге выронил в текстурах терял тяжело загружаться стоп 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 у нас проблема у нас проблема да слушайте реально этот перк очень круто работает я всегда стычку начинаю реально бодренько то есть моя первая молния сносит двадцать пять процентов хп я забрал оружие у него на всякий случай начало бодренькое а потом уже хоп и такой чё-то не дамажу надеюсь кстати что мои эти удары молнии драграм выжигают ману так это было сейчас гениально да такая тактика книжка на призванный меч прикольный кстати спел на самом деле я думаю что стоит даже это использовать то есть литка танчит я призвал клинок и начинаю дамажить да спасибо я реально это проглядел и это прокачка будет колдовства это прокачка ближнего боя я думаю это прям нужная тема спасибо так смон питомца где колдовство ой колдовство как красиво выглядит с этими фиолетовыми дисками красиво так тут все правильно а у нас же чё в следующей сцене голдур хотя блин вот я тоже позарился сейчас на меч да а ведь мне сейчас подойду в мили короче словлю ваншот с одной стороны да я побыстрее прокачаюсь тоненький или ближний бой ну вот да ну просто видишь иногда ну точнее почти всегда как бы литка она начинает довольно плотно танчить у нее как бы все в порядке особо даже риска нету но все-таки это skyrim тут бывает да бывает может не уследить за каким-то моментом так ну шо где ты там выходи не просто это тоже интересно прокачку ускорит две ветки буду еще апать сразу драгер военачальник 30 левел 1000 здоровья мое почтение еще здоровья блин надо его молнии ударить ему сразу сниму 250 меч качать на более легких кстати вот это опа сразу его немножко пробил вообще на самом деле разумно да блин мы начали с ним одновременно так литка закончила танчить да вроде один драга так что все норм блин ай разрушал очка 10 левел отлично ух хорошо ну молодцы лук получше ну в принципе да в принципе да ммм кстати электрические ловушки тема интересная собака бесполезна ну да так буквально на секундочку на себя агро отвлечет блин ничего не угадал дом после экспи моды вообще в классическую прокачку Да слушай, я вот Не соглашусь Мне обе нравятся Вот они прямо По-своему хороши Я от обоих получаю такое удовольствие Вот здесь мне нравится То, что каждый Мой выстрел, каждое мое действие Оно вот как бы в копилочку Моего опта, вот это мне очень нравится Зато мне нравится В XP моде то, что ты По прохождению квеста получаешь Ощутимую награду И то она ощутимая становится, если ты немножко XP подкручиваешь X2, X3 Потому что здесь Ты завершил квест Ты реально молодец А В итоге ты по завершении сложного квеста Ты ничего не получаешь Ну там, как правило, один айтем Который в ванилле совсем слабый Не знаю Пытаются выяснить, сколько драконов в Скайрине Нужно быть готовыми защитить Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант О, у него великая душа есть в камне Ааа Блин, слышите, кажись, надо уже начинать что-то с чаркой делать Потому что Я же Альтмер У меня энчанты все будут усиленные По-хорошему еще зенитара нужно надевать Перед Теми этими торговлями А, во, у меня появилась эта штука, да Кажись, надо брать, ребят Кажись, надо брать Хотя мне что-то видится Это какой-то имбой Это что, это по сути Бессмертие? Ну, хз Берем, короче Опять же при старте Не отловить ваншот Это что? Самопреобразование Вау Вы можете выбрать два вида сопротивления Для увеличения их на 25% Звучит круто Тут могу атрибуты на 60 бафать Ох, ребята Качаемся, качаемся Может уроки брать взять, а? Я поделюсь с тобой изданием Мне кажется, что вот так 2000 вложить даже выгоднее, если честно Это и экспай, и сам навык Я приблизился к полтиннику Просто Сейчас уже какой-то момент такой настает Что мне Немножечко не хватает перков Да, правда Ну С великими камнями душ Немножечко попозже начнем Разбираться Когда хотя бы Думаю, пара будет перков В энчандинге Что-то своего смысла больше имело Ну вот, по идее Я 10 секунд бессмертен, да? Похоже, ничего не работает Че? Лидка взяла посох и пошла с ним херачиться? Просто взяла посох Галдура? Вот это АИ Блин, опять заблочился, что ли? Падла Ааа, почему, почему, почему я отловил урон? О, щит кнопка, о, щит кнопка Финалочку свою зарядил О, я помню, я помню У меня были моменты, когда я умирал Вот от этого взрыва Слушайте, он реально, он, блин Падла, опасный То есть он бежит Там он настреливает эти сосулеты А я как-то не могу его поставить Чтоб, блин, Лидка, ты че, посох сперла Чем могу служить тебе мой танк? Посох Юрика забрала Так Ладно Лучше мне остаться здесь Можешь вернуться в коллегию И сообщить Саву Суарину Об этой находке Поспеши, пожалуйста Просто, по-моему, был момент Что я наложил на себя щит И в течение 10 секунд Он меня с Ассулетом пальнул А на пол ХП снял Вот Какой момент Интересный Все, да, к Архимагу Суартал пройден Господа, мы молодцы Всех хвалю Я заберу потом посох Я его продам, скорее всего Хотя Не знаю Ну да, наверное Хотя он высасывает ману У меня по целям У которых мало маны Больше урона идет Разрушалочка Немного медленно идет Вот на 40 Я смогу еще поджигать цель Но только если у нее нету резистов к огню Интересно Так, что у нас тут Лук искр Позыв питомца Ну, слабенький мастер сундук Слабенький По твоему они достают внимания Ну да Да блин, я вообще же В принципе Вот я Небольшой почему-то фанат посохов Прям То есть в теории Они мне интересны Но что-то Они как-то слабо юзабельные Мне почему-то видятся И такая же история Вот с этим С оберегами Тоже вот в теории интересно Но на практике Как-то вот Кажись Не очень эффективно Что ли Блин, почти одиннадцатый Солидно Солидно, ребята Анкана Бродит Ладно Восстанавливаются Зелья маны Блин Они слишком тяжелые Уже для меня На самом деле Я могу устроить бизнес Упс Не то И могу продавать Могу продавать Эти зелья Не знаю Насколько Дорого Будут брать Галент Спасибо за фоллоу Привет Так Женорд Я тебя прикрою Чем могу служить тебе Мой танк Одну шмотку отдал Уже Веса хватает Так Ну что Берем квест На На поиск книг Там очень много Будет сражений с Магами Ого Так Тут уже кража Очень много Сражений с магами Будет И НПСшники То В этих битвах Могут Меня одолеть Все Все только И говорят Что о войне Надеюсь До нас Она не дойдет Что можно Зачантить На сапоги В принципе Много Что Урон электричества На сапоги Или это Это просто Все Чанты Перечислено Или только Вот эти Два Видимо Только вот эти Два Да Да Сапоги Что-то особо Не зачантить Полезным Ну-ка А плащ Во Плащ уже можно На резисты Зачантить Либо на Монопул А перчатки На Монопул Тоже можно Угу Просто уже смотрю Потихоньку Прицеливаюсь Какие Чанты Можно Будет Брать Слушайте Ну На самом Деле Все Очень Даже Неплохо Мы Продвинулись По основной Сюжетке Мы Прошли Саартал Прям Какая-то Это Новая Эра Началась Хорошо К архимагу Вперед Всем Друзья Еще раз Привет К нам Потихоньку Приходят Нам Потихонечку Подключаются У нас Друзья Стрим Интерактивный И Даже За Простое Нахождение На трансляции Вы Стабильно Получаете Андрайверы Которые Можете На интерактив Тратить Так что Оставайтесь Смотрите Следующий Стрим У нас Планируется Послезавтра Пятницу И это Будет Скорее всего Сон Реквест Стрим Да Да Как В старые Добрые Времена Поиграем Поиграем Скоримчик Под Какую-то Вашу Музычку Ну и На выходных Тоже стримы Планируются Как обычно Так Тут Тут Миробеллки Поговорить У меня Стоит Мод На Небольшую Переделку Гильдии Магов Фаральда Так С Фаральдой Мы дружим Фаральда Это Школа Разрушения так давайте кстати да поторгуем потому летом зенитара поторгуем обязательно денег у нее мало все 500 выторговали согласен не такой глобальный конечно мод на переделку коллеги как мы с реквой играли жалко саню какого какого саня да полагаю кто-то другой должен быть мера былка тут клевая поговори с урагом граф и я хочу знать о ней все что только возможно прям классно сделано конечно тут прикольно симпатично девчонок переработали все сороком говорить чтенга так перс называл так то уточняйте какого из саня и хочешь а он спит я думаю чем я сюда ведут они в библиотеку так у меня имеются кое-какие давайте с ним по трейдинг достаточно ценные для того чтобы добавлять их коллекцию можно купить если тебя тянет на приключение я что теперь вот эти с магами драться на самом деле немножко страшно я могу там огрести а уж финальная драка в этой маленькой комнатке ну без какого-то свитка тронаха мне кажется пока вообще невыполнимой то есть я прям абсолютно не готов вот к тому что меня запирают в какой-то маленькой комнате там застрелять с кем-то драться там суммонером нет я пока такое не потяну по идее накопить бы на какую-то по идее да всю крепость то пройти можно аккуратненько да сейфовенько но с последним боссом будут большие проблемы так чё ревер-вуд ревер-вуд вайтран благовоненький вайтран пока уйдем ребят на самом деле я думал уже стрим закруглять кстати кстати стражи рассвета вампиры вот тут сегодня у нас чуть-чуть какие-то были глюки лаги баги вот но продолжим продолжим уже получается послезавтра выйдем на вот эти мои четыре стрима подряд планы планы примерно такие же да то есть это song request в пятницу обязательно приходите у нас ламповые всегда были посиделки лучшему треку вечера еще он драйверов накинул так что стоит стоит прийти на выходных на выходных тоже посидим позалипаем у нас очень радует что есть какой-то прогресс да это прогресс конечно за оранжевика за мага но тем не менее прогресс принципе если я как-то так уверенно пойду и осилю реально challenge о на какую-то рекву можно будет переключиться да там тоже есть варианты спасибо друзья что пришли что смотрели чуть-чуть сегодня немножко были технические неполадки ну вроде как мы их победили с вами вместе все ребят хорошего вечера обязательно обязательно еще при приходите всегда всем рад пока пока